Звонит мне Сережа Безруков и говорит, Ружанечка, мне так понравился твой видеоблог, давай, давай какое-нибудь интервью что-ли организуем, не знаю, пообщаемся как-нибудь. И я ему говорю, Сереж, вот честно, вот честно, а тебе говорю, нет времени вообще, вот дела, съемки не до тебя сейчас. Тогда он мне говорит, ну хочешь, я для тебя фильм сниму, ну чтобы был какой-то повод приехать в Астану. Ну я так подумала, ничего, мозги парить человеку, тем более такой актер. Думаю, ну давай, давай свой фильм, мы приедем в Астану. Хорошую я вам сказочку рассказала. Реальная сказка. Пошли. Холод на нем. Если верить в чудо, все случится, все будет хорошо. Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое реальная сказка, самое главное, для кого эта сказка? Сказка для взрослых и детей. И здесь такое, знаете, взрослое дело с детьми. А поскольку молодежь, с ней уже нужно по взрослому разговаривать, сисюкаться и, кажется, в сказку играть сложновато, все-таки молодежь и взрослая. А даже дети в 12, в 10 лет, они настолько взрослые, они уже столько понимают. Ну не надо воспитывать молодежь. Может, им были так назидательно, говорят, посмотрите вот это, это вас будет воспитывать. Не надо. Это нужно делать очень аккуратно и просто давать тех героев, на которых будут равняться, брать с них пример. Сейчас, к сожалению, отсутствуют те самые герои, с которыми можно брать пример. Был герой Саша Белый, но с него не надо было брать пример. Это роль, урок всем тем, которые считают, что можно деньги зарабатывать таким вот легким путем, взять ствол, да, пойти, наехать, рейдер. Они просто не понимают, что 15 серий закончилось кладбищем. Для тех ребят, которых успели победить за эти 15 серий, кладбище, а им поскольку по 25, по 27, группа заканчивая свою жизнь в 27 лет или в 25. Посмотрите, там целая аллея лежат ребят, которые по 23, по 25, по 23, по 25. Что они сделали полезной для жизни? В разборках участвовали и получили пулю. Не думаю, что заслуженно получили, потому что когда приступили, приступили, и их наказало. Наказало. Жизнь наказала. В 23, 25. Для чего они родились? Что они сделали, чтобы потом лежать на этих коллегах? Вот и все. Поэтому сериал непростой. Сериал, как говорится, с мыслями. Жалко, что не восприняли. И самая главная задача, чтобы поверили в 14-летних. Вот это то самое поколение, которое немножко турно от взрослых, потому что мы там все в твиттерах, в фейсбуках. И как-то так взрослые этого не понимают. Они отдельно. А ребята и молодежь, и девчонки, и парни, они как-то отдельно. Сами по себе засели там и общаются. И диалога не возникает. Василиса Прекрасная. Примудрая. Если я убью Кощея, то спасу Олеську. Расскажите, это ваша первая работа в детском кино? Нет, не первая. Я играла волшебницу, очень известного режиссера, который снял фильмы, такие известные очень. Русь изначальная, финист Ясный Сокол. Он такой, вот скажем, мэтр-сказочник, но его нет уже в живых. Я снялась в его последнем фильме. Назывался он «Волшебный портрет» совместно с Китаем. Единственная русско-китайская сказка. И я сыграла там малахитовую фею, волшебницу. Насколько сложно или в чем преимущество, какие-то недостатки работы со скальзачным персонажем? Нет, на самом деле, это одно сплошное удовольствие, потому что в детстве мне читали сказки, я сам читаю сказки, и детям читаю сказки. И мне очень важно, что сказки, наши народные сказки, они существуют. Так что я понимаю, что есть и в Казахстане свой эпос. И я был бы только рад, что у вас тоже бы снимались сказки, именно отечественные, ваши сказки, свои сказки. Чтобы мы не играли все-таки в Дарт Вейдеров, всяких Хоббитов и Покемонов. Все-таки это западная культура, американская культура. Я вспоминал замечательные сериалы про электроника. Я, это практически киборг, наш савицкий. Я знаю. Я был практически шварцлегер, но только кудрявенький и более молодой. И без красненького глазика, страшненького. И без вот этой вот... И он не говорил, асталаспей, без своему... Да, кулону. Асталаспей, я бы сказал, электроник. И включил красный глазик. Я как актриса читаю текст. Если это реальный персонаж, то я очень стараюсь много прочесть, узнать, максимально погрузиться. Но вся основная работа начинается, конечно, на съемочной площадке. Главное, актрисе, как мне кажется, не приходится своим каким-то видением особенным. Потому что режиссер, он как полковник, он все видит. Такой вот на поле боя, да? Там, я не знаю, генералиссимус. Он говорит, так, эти войска туда, эти туда, туда. А каждый солдат вдруг хочет быть генералом. Такого не бывает. Надо выполнять свою функцию в этом фильме. И вот когда ты понимаешь, тебе подсказывает режиссер, сначала идешь вот как по броду, да? Одной ногой наступаешь, неуверенно, неуверенно. А потом чувствуешь, ага, вот земля появилась туда. Да, режиссер обычно говорит, тудей, тудей, значит. Ну, вернее уже. На самом деле, вот посмотрите, когда человек краснеет, он хороший человек. Власти расценивать кино и смотрят на него как на бизнес, это неправильно. Кино — это не бизнес. Это форма воздействия и разговор со зрителем. А зрители — это люди, это народ, это соотечественники. Особое я очень люблю, а слава, вот так. А мне, знаете, мне очень нравится Казахстан. Знаете почему? Потому что меня здесь любят. Я все-таки хотел, чтобы это было кино с пользой, чтобы были те самые мысли и идеи, которые они восприняли. И действительно было о чем поговорить после картины. Не просто посмотрели и забыли. Ну, посмеялись, похохотали, нас еще не забыли, в принципе. И никто не вспомнил. Нет, хотел, чтобы не зря, не просто так. Сказка лужда, не намек. Доброму молодцу, мурок. Это намеки. Там есть даже некие политические намеки, кто-то усматривает. Посмотрите, это же реальная сказка. Два творческих человека, два талантливых артиста в одном проекте. И, ну, как это сложно? Как вы с этим работаете? У нас вообще замечательно. У нас, во-первых, вся жизнь в работе. И если я, допустим, не занята в каком-то проекте, Сергей приходит домой, и вечером разговоры только про съемку, про следующий день, еще что-то. А когда мы вместе, это в два раза интереснее, потому что мы вместе вот в этой ткани находимся. Сказать, что у персонажей было одно удовольствие. Видите, как в детстве, взять и попасть в сказку. Вот я в нее попал, когда на тебе кафтан, кушак, сапоги замкнутые носами, когда тебе стрижка под горшок, и ты в сказке... Ну, получается, ты был хулиган или... Да, в общем, нет. Я стрелу пускал, ну, честно говоря, так далеко, потому что настоящий лук сострелует, то есть я как бы там шип, попадаю в селезни, ну, как в сказке, там, в селезни, лук, где попадаю, ну, стрелу я пускал куда-то в колостяки, то есть, в принципе, из всех стрел, которые я выпустил из колчатных, только, по-моему, одна-две вернули, все остальные, они просто улетели куда-то далеко, их найти было невозможно. Я вообще человек очень спокойный, очень мирный, и, конечно, есть у меня свое мнение, и я его высказываю, но чтобы там биться за него или истерики устраивать, это вообще не про меня. Поэтому все, в общем-то, очень, очень так, здорово происходит у нас. Люблю я работать, а с Сергеем особенно. Вот у нас в Казахстане тоже кризис детского кино, и у меня тут такой вопрос возникает. Есть ли смысл возрождать старых героев, традиционных, когда наши дети привыкли там, вот, панчбобов смотреть, шляпов? Вот есть, вот есть. Или же лучше придумать новых? Нет, смысл возрождать старых, потому что к новым тоже привычить к героям сложно. Я думаю, что это, наверное, все-таки должно быть правительственной программой. Это все должно идти с поддержкой, конечно, вашего государства, потому что если власти не будут делять этому внимания, поэтому там же дальше, я думаю, что плакать на тему того, что ничего отечественного не осталось. Я, насколько знаю, Сергей любит петь, по-моему, стихи читает очень много. Что вы любите делать? У меня другое. Я не могу назвать это увлечением, но я помогаю детишкам, я возглавляю, скажем так, направление в нашей стране детской ревматологии. Делаются праздники в отделении детям, чтобы дети отвлекались. Мы им показываем все премьеры, которые им обещали, к примеру, реальные сказки в больнице. Но они там живут иногда долго. И анимационные новые проекты мы привозим, показываем. Ну, в общем, скажем так, этим больше всего занимает свое свободное время. Так что приходите, посмотрите, для себя что-то откройте. Лучше, конечно, прийти с родителями, даже если вы уже совсем взрослый. Ну, попросите родителей, пускай они придут. Может быть, они более уважительно будут относиться к вам. Будут вас спрашивать все-таки, да. Интересоваться вами. Не просто вы отдельно, а родители отдельно. Нет, пускай они вами интересуются. Потому что если не будут интересоваться вами, ну, вы отдельно вырастите. Пускай они потом не пеняют. Почему нам навязывают фастфуды, хотя в каждом народе есть своя кухня, а в Казахстане она такая, что с ума можно сойти от аппетита и от той еды. Вкуснейший еда в Казахстане, от которой можно лопнуть и держишься из последних сил. Казахи, когда вот они сказали, Сергей, вот знаешь, что про нас говорят? Я говорю, ну, заметьте, это несколько, ты выдаваешь. Ну, вот чтоб ты знал. Говорят, солнце село, казахи легли есть. Наши интернет-зрители просто составили целый список. Был один самый популярный вопрос. Вы можете на него ответить как угодно. Вопрос звучит так. Отчего в России березы шумят? Отчего белославные все понимают? У дороги придется. Отчего шумят? Потому что все-таки ветер сильный. И у вас в Астане ветер сильный. В Алма-Ате ветра такого нет, а вот в Астане большой ветер. Но, несмотря на это, ветер – это движение. Ветер – это свежий. Свежий ветер. Есть стихотворение у Сергея Есенина. Воздух, он замечательный, он в пересельских мотивах присутствует. Я думаю, что будет интересно. Воздух прозрачный, синий, Выйдут цветочные чащи, Путник, глазурь уходящий. Ты не дойдешь до пустыни. Воздух прозрачный, синий. Лугом пройдешь, как садом, Садом в цветении диком. Ты не удерживаешься взглядом, Чтобы не припасть к воздикам. Лугом пройдешь, как садом. Шепот, или шорох, или шелест. Нежность, как песня саде. Вмиг отразится во взгляде. Месяц, желтая прелесть. Нежность, как песня саде. Голос раздастся, перри. Тихий, как флейта Гассана. В крепких объятиях стана. Нет ни тревог, ни потери. Только лишь флейта Гассана. Вот он удел желанный. Тех, кто в пути устали. Ветер благоуханный. Пью я сухими устами. Ветер благоуханный. Ну, дурак, ты меня достал. Реальная сказка от Сергея Безрукова. На создание картины «Реальная сказка» ушло два года и целых пять миллионов долларов. При этом проект не раз замораживался, так что ни одному жантику так сложно снимать кино. Что я могу сказать о фильме? Сказка классная, мне понравилась. Но она не для наших детей, которые привыкли к спадчбобам и шрекам. Но я думаю, если вы их возьмете с собой, будет очень полезно. Фильм вы можете посмотреть уже с 3 ноября в наших кинотеатрах. Приятного вам просмотра. Дорогие мои кинолюбители, хочу сказать большое спасибо, что до сих пор смотрите нас, терпите и любите. Пожалуйста, продолжайте в том же духе, не оставляйте нас. Для кого же мы будем снимать? О, Господи, у меня истерика. Пока-пока. Пока.